Пока я рос, я был худым парнишкой, вроде тех, которых называют селёдкой астраханской. Признаю, я полностью осознавал этот факт, что я был худым. В сегодняшнем видео я дам вам 5 советов, как использовать одежду, чтобы выглядеть более мускулистым. Я знаю, большинство из вас скажет, «Антонио, тебе следует посоветовать этим парням пойти в тренажёрку, есть больше белка, наращивать мышцы, и это решит их проблему». Да, я согласен, это правильный путь. Однако некоторые люди просто такими родились. Может, они решили в таком состоянии держать их тело. Может, их стиль жизни определяет то, как они сейчас выглядят. Но есть случаи, когда худые парни не хотят переставать быть такими. Но они не хотят быть просто длинными, а хотят быть немного подкачанными. Вот о чём сегодняшнее видео. Если у вас небольшой живот или худые руки, вы высокий и худой, и это вам не нравится, может, просто худочавый, не обязательно кожа до кости. Вы найдёте много полезной информации в этом видео. Первый совет, чтобы выглядеть более подкачанным в одежде, в первую очередь, полюбите рубашки с длинным рукавом. Я говорю как про классические рубашки, лонгсливы, так и про футболки и пола с длинными рукавами. В любом случае, вам нужно носить нечто подобное. Цвет ваших рук должен сочетаться с цветом туловища. Так будет гораздо лучше смотреться, когда всё полностью одного цвета, чем когда происходит контраст рук и туловища. Почему? Этот контраст делает ваши руки тоньше. Помимо этого, много полезного в рубашек с длинным рукавом. Например, воротник. Вам также стоит носить вещи с воротником, потому что он делает толще вашу худую шею. Ещё здорово, когда есть два кармана на груди, как на моей рубашке. Они помогут увеличить вашу грудь. Если вы сможете найти повседневную рубашку, на которой будут погоны на плечах, это придаст объёма в плечах. Всё это приносит с собой только одна рубашка с длинным рукавом. Я знаю, многие из вас скажут, «Антонио, я живу в жарком климате, мне приходится её снимать». «Ну, закатайте рукава». У меня есть целое видео о шикарных способах закатывать рукава. Но также, когда вы закатываете свои рукава, крутой аргумент на фразу, «Антонио, ты же сказал, чтобы не было контраста». Круто то, что, когда вы закатываете рукава, вы делаете это не полностью. Где-то хватит. Вот, на уровне предплечья. Это не самый лучший мой подворот, но надеюсь, что идею вы уловили. Вот видите, я не зашёл выше локтя. Таким образом, верхнюю часть руки я даже сделал больше. И это сделает ваш вид только лучше, когда вы решите закатать рукав. Второй совет – увеличьте свою грудь и плечи. Я уже рассказал про рубашки с двумя карманами на груди, с погонами на плечах. Но есть одна вещь, которая принесёт больше всего ништяков. Куртка. Начните носить спортивный пиджак, классический пиджак, блейзер, джинсовую куртку, вельветовую куртку, сделанная из жёсткого тяжёлого материала. В этих случаях немедленно увеличатся ваши плечи. Почему так происходит? Придает вашим плечам объём здесь. Также, если пошив сделан под вас, когда вы застегнётесь, ваша талия станет туже, и, следовательно, акцент перейдёт на грудь. Увеличьте верх и будете выглядеть более мускулистым. Третий совет, как выглядеть более мускулистым в одежде – научитесь надевать одно под другое. Господа, начнём с нижнего белья. Ripped T-Tainy. Они делают изумительные футболки. Очень рекомендую. Подберите такую, чтобы круто на вас сидело. А сверху наденьте рубашку, о которой я говорил в первом пункте. Рубашки с длинным рукавом, пола, может быть, какая-то повседневная. И когда вы будете наслаивать одежду, вы можете ходить без двойных карманов на груди. Определённо можно избавиться от погонов, потому что тут мы уже добавляем третий слой. И это ваш свитер. Тут тоже большое разнообразие. Но что делает свитер идеальным, чтобы надеть сверху рубашки, так это лёгкий кишемир, или шерсть, или хлопок, или лён. Внешний вид одежды должен быть правильным, когда вы худой парень. Особенно, когда вы наслаиваете одежду. Вот чего вам нужно бояться, так это одежда, которая неправильно сидит. Это не сделает вас больше. Вы будете выглядеть так, будто вы донашиваете вещи за своим старшим братом. А это сделает вас даже более худощавым. Что ж, здесь мы должны уяснить, что третьим слоем нужно носить лёгкий кишемир, лёгкие свитера. Так вы даже сможете надеть сверху пиджак. Так получается уже четвёртый слой. Круто здесь то, что если вам станет жарко, вы сможете раздеться. Но благодаря этим вещам, которые образуют эти слои, футболка, воротник, свитер, всё это придаёт видимость объёма. И эта видимость объёма покажет вас более мускулистым. Четвёртый совет, господа, как выглядеть более подкачанным. Используйте тяжёлые и грубые ткани. Тут широкий ассортимент. Начиная от денима. Можете надеть тяжёлые и грубые джинсы. Можете и джинсовую куртку. Подобные вещи делают тело больше. Также, когда захотите присмотреть пиджак, приглянитесь к твиду, на фланель. Когда речь идёт о штанах, у всех у них грубая поверхность, что работает почти как 3D-эффект. Что-то нечёткое, пока вы не подойдёте совсем близко и чуть ли не соприкоснётесь. Опять же, эти ткани придают объём и ощущение завершённости всему наряду. Вам также стоит приглянуться к вельвету. У него есть и структура, он и прибавит объёма вашим ногам. И если вы высокий худой парнишка, это для вас. А если вы низкий худой парень, это будет великолепно. Таким образом, у вас появляется больше массы в области ног. Вы также можете надеть вельветовый пиджак. Что касается рубашек, стоит присмотреть какой-нибудь с мелким текстурным рисунком. Или обычный сплошной рисунок. Но фланелевой или подобной волной. Пятый совет, чтобы выглядеть более мускулистым в одежде. Узнайте свои линии. Если у вас большое туловище, вам необходимо избегать горизонтальных линий. Но если вы худой парень, возьмите на вооружение, что горизонтальные линии делают на вас взгляд более широким. Удостоверьтесь, что вы применяете их в ключевых областях. Это не будет иметь большого эффекта на туловище, если это только контрастный ремень. Скорее, это будет недостаточно для вас. Но другое дело. Здесь. Горизонтальные линии на груди. Или в области плеч. Что-то подобное, что привлекает внимание здесь. Это будет отлично. Несколько главных вещей, которые вам помогут. Свитеры. Можете найти такие, у которых линии идут по грудной клетке. У меня есть свитер с кельтскими узорами на груди и руках. Он заметно делает меня больше в правильных местах. На некоторых свитерах есть рисунок на плечах. Подобное вы можете увидеть на некоторых видах пиджаков, в том числе и курток. У меня есть кожаная куртка от Джейл Рока. Шикарная куртка, к тому же. Так у нее на плечах своеобразный рисунок с контрастными швами. Все эти линии, идущие горизонтально, увеличивают ваше тело. Хотя физически это не делает вас больше. Вы смотритесь шире. Вот чего мы добиваемся. Что еще нужно знать о линиях, друзья? Это V. Выбирайте свитеры с V-образным вырезом. Футболки. Все вещи, формирующие V. Когда вы надеваете куртку, спортивный пиджак, пиджак на двух пуговицах, как здесь. Думайте о букве V. Такая форма единственная для накачанных мужчин. Это формирует образ, что ваши плечи гораздо шире, чем бедра. Все подобное вы должны уметь применять к своей одежде, чтобы выглядеть более мускулистым. Надеюсь, вы получили удовольствие от этого видео. Но в этом видео просто информация. Я хочу, чтобы вы, друзья, пошли и действовали. Посетите мою бесплатную группу в Facebook. В этой группе парни выкладывают свои истории, делятся своими достижениями, говорят о том, что делать, как это нужно делать, как они достигают своих целей. И еще, чем я хочу поделиться с вами, это мои премиум курсы. Причина, по которой я их продаю. Вот вы можете найти всю эту информацию, собрать ее вместе, потратить, возможно, часов 100, просто чтобы собрать ее вместе. Но я создал эти премиум курсы, потому что я поместил всю информацию в удобном для людей формате. Помимо этого я обнаружил, если человек потратит немного денег, вероятнее, что он начнет действовать, следовать всем урокам, которые пересматриваются. Я хочу, чтобы вы решились и стали таким мужчиной, каким вы хотите быть. Увидимся в следующем видео.